В Кишиневе накаляются страсти. Тысячи участников антиправительственных акций протеста окружили парламент, требуя отставок и правосудия. С главного объекта недовольства людей, экс-премьера Влада Филата, уже сняли депутатскую неприкосновенность. И по последним данным РИА, его уже доставили в Национальный антикоррупционный центр. Хроника событий у Григория Емельянова. Тысячи протестующих подходили к зданию парламента двумя колоннами. Драма, разворачивающаяся с конца сентября, приближается к кульминации. Оппозиция, а это социалисты и левоцентристская наша партия, не собираются сдаваться, пока в отставку не отправится руководство страны. Спикер, премьер и президент. Постараемся не выпускать их из парламента, пока они не падут в отставку. Постараемся. Это воля народа, молдавского народа. Мы хотим, чтобы кончилось это безобразие, которое творится в стране. Мы хотим, чтобы все воры ушли с своих постов и правили страной нормальные, порядочные люди. Чтобы избавиться от бандитов. Чтобы народ жил хорошо. Главный раздражающий фактор даже не нынешний, а бывший премьер Влад Филат. В 2013 отправленный в отставку за коррупцию, но ныне входящий в правящий парламентский альянс. Уже как лидер либерал-демократической партии Молдавии, ЛДПМ. С точки зрения оппозиции, этот прозападный политик воплощение коррупции. Появляется информация, что он попытается бежать из страны. Толпа у парламента напрягается. Ни одну машину не выпускают из ворот без проверки. Появляется один из лидеров оппозиции, Рената Усатый, со своим предложением. Повторяю объявление для работников полиции. Тот, кто задержит Филата, получит приз «Новый Мерседес». Причем завтра. Будьте внимательны. Ваш Мерседес в ваших руках, уважаемые полицейские. Только не надо пускать полковников на задержание. Я надеюсь, что все-таки какой-то сержант будет. Филата обвиняют в махинациях и вымогательстве, взяточничестве и выводе бюджетных денег в офшоры. В парламент в прошлом году оскандалившийся экс-премьер попал с помощью американских политтехнологов. При поддержке главного калибра, помощника госсекретаря Нуланд и сенатора Маккейна. Технические вопросы решали консалтинговые фирмы из США. В том числе Фиана Стратеджес, также работавшая с командой Саакашвили. Это письмо — формальное соглашение, по которому Фиана Стратеджес будет оказывать услуги либерал-демократической партии Молдавии в качестве консультантов США по связям с правительством. Услуги будут включать поддержку визитов ЛДПМ в США, помощь в установлении партнерства с различными представителями США, включая администрацию, членов Конгресса, СМИ и т.д. За четырехмесячный срок действия соглашения до 31 декабря 2014 года ЛДПМ должна выплатить Фиана Стратеджес 20 тысяч долларов за вычетом налогов в качестве безвозвратного взноса. То, что такие услуги оказывались в рамках избирательной кампании, интересно само по себе. Платеж был, понятно, не единственным, но главное платили американцам из госбюджета, старательно запутывая следы. Цепочка из четырех фирм-посредников переводила деньги из сберегательного банка страны на счета компании Филата, а оттуда на счета Фианы. По результатам расследования в бюджете пробили брешь в целых 250 миллионов долларов, а молдавские социалисты утверждают, что гораздо больше — целый миллиард. Правящий альянс разрушает будущее Молдавии. Это криминальный альянс. Все шесть лет их власти — сплошное беззаконие и узурпация. Вы пришли к власти путем переворота, а сохранили ее путем фальсификации выборов и устранения оппозиции. Даже иностранные партнеры говорят, что у нас захваченное государство. Генеральная прокуратура Молдавии сегодня потребовала снять с Филата депутатскую неприкосновенность. Прокурора поддержала и парламентская комиссия. Восемь проголосовали за снятие иммунитета Филата. Три против. Ура, товарищи! В итоге за снятие неприкосновенности проголосовало большинство депутатов. Филат заявил, что будет доказывать свою невиновность. Не прошло и часа, как он все же покинул здание парламента. Правда, не совсем так, как рассчитывал. В сопровождении оперативников его доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. Оппозиция объявила, что продолжит борьбу за полное переформатирование власти и перевыборы в парламент. В эти минуты многотысячный митинг в центре Кишинева продолжается. Григорий Емельянов, Сергей Валетов, Первый канал.